Традиционно по вторникам обзор эксклюзивных материалов от газеты Владимирские ведомости на студии и главный редактор Юлия Гущина. Юлий, добрый вечер. Добрый вечер. Начнем с предновогодней информации касаемо всех тех, кто любит новогодний стол и не приемлет его без новогоднего салата. Да, действительно, у нас в номер на ближайший четверг, 19 декабря, запланирована такая рубрика «Экономика», немного шуточная, с темой «Индекс новогоднего салата». Мы его назвали. Марина Киселева подготовила этот материал. По материалам Росстата, во сколько вообще жителям Владимирской области обойдется традиционные салаты оливье и селедка под шубой. Мы не первые, конечно, в обзоре таких тем, мероприятий новогодних, но по нашим материалам смогут читатели узнать, выросли ли цены, дороже салат будет рассчитан на семью из четырех человек, дешевле на какие продукты и как жители других регионов Российской Федерации, сколько, точнее, заплатят за точно такой же салат у себя на местах, у себя в территориях. Материал небольшой, но такой новогодний, и я думаю, что очень интересно будет нашим читателям посмотреть. Следующая тема, уже такая серьезная тема, тоже экономическая, но в рубрике «Ракурс» она у нас, это безопасность общественного транспорта. Но мы знаем, что общественный транспорт, это различного вида транспорта, это автобусы, троллейбусы, трамваи, хотя у нас на территории города трамваев нет, но тем не менее, самолеты, вертолеты. И Марина Киселева, наш обозреватель, пообщалась с Союзом страховщиков, в частности, с вице-президентом Всероссийского Союза страховщиков, со Светланой Гусар, которая озвучила те данные страховщиков по статистике, какой же все-таки транспорт является наиболее, точнее, безопасным и наименее опасным. Но мы вот из слайдов видим, в номере также статистика вся будет представлена, но если обратить внимание на эту инфографику, видно, что самый безопасный транспорт, это все-таки трамваи и железнодорожные сообщения, ну, понятно, движется по выделенным рельсам и здесь обусловлено. Ну, и самое опасное, это, конечно, воздушный транспорт, вертолеты и самолеты. Каким образом происходит страхование пассажиров, Марина разбирает в этом материале. Также затрагивает тему пассажироперевозок такси. Оказывается, мы, выбирая такой способ передвижения, как такси, совершенно не застрахованы, да, если что-то с нами случается, то совершенно не обязательно, что какую-то сумму компенсацию вреда физического или морального мы получим. И если, например, по безопасности выбирать между троллейбусом по нашему городу и такси, то, несмотря на то, что стоимость билета на троллейбус в разы ниже, чем стоимость поездки на такси, но в плане безопасности это и безопаснее, и если, не дай бог, что-то случается, здесь выплаты страховые, ну, стопроцентно. То есть здесь пассажир обязательно застрахован. Ну и все остальные нюансы об этой тематике наши читатели смогут также узнать из этого материала. Следующий материал, это репортаж, наш традиционный материал, это материал Светланы Лапцовой о наших городских парках, городу Владимира. Светлана, вооружившись блокнотом, ручкой, взяв с собой в дорогу нашего фотографа Владимира Чучедеева, пошли прогуляться по территориям наших Владимирских парков. Добросельский, Центральный парк культуры отдыха, парк в Загородном и парк Дружба. Это вот четыре парка, которые они посетили. Сейчас не лучшее время для прогулок. Сейчас не лучшее время для прогулок, но, тем не менее, проблема достаточно актуальная, потому что, например, мама с детьми, естественно, прогулки с детьми происходят ежедневно. Летом, зимой, осенью, в любую погоду рекомендовано с ребенком минимум час в день гулять. Вот где же им погулять? Естественно, рядом с дорогами хочется выбрать тихое место, где ребенка можно отпустить от себя. Но, как оказалось, не так все просто в такое время года. Есть свои сложности в благоустройстве. Светлана пообщалась с посетителями парка, что устраивает, что не устраивает. Предложения Владимирцев выслушала по благоустройству этих территорий. Но я, готовясь к эфиру, посмотрела, каким образом благоустраиваются парки в городах крупных Европы. Понятно, что мы не крупный город, рядом со столицей, но достаточно провинциальный даже, можно так сказать. Но если посмотреть по карте, с обычной карты Google через спутник, и посмотреть на те зеленые зоны, которые видны с этого спутника, например, в Берлине или в Барселоне. Берлин, конечно, имеет больше зеленых зон. И Тиргарден, самый большой и крупный парк Берлина, он огромных размеров, и его невооруженным глазом с самой первой позиции спутника видно. И на карте Берлина много зеленых зон. Наводя мышкой, любой, кстати, зритель и читатель может это сделать, провести собственный эксперимент. На любую зеленую зону наводишь, и тебе показывают, что это за территория. Это все парки. Барселона, практически вся красная, с крышами красными. Есть маленькие зеленые зоны, но также наводя на них, это парки. Ну, самые крупные из них Гуэль. Я думаю, что те, кто любит путешествовать, все были в этом парке, знают, как он выглядит. Ну, достаточно дикая зона, на самом деле, она не настолько там вот вся утыкана фонарями и дорожками, но достаточно комфортная для отдыха. И если мы заглянем во Владимир и наведем мышкой на те зеленые зоны, которые видно со спутника, то самая большая зеленая зона на территории Владимира, я не беру то, что вокруг, да, зеленый, понятно, что город у нас небольшой, не в сравнении с Берлином или Барселоной. Но вот то, что внутри застройки, те зеленые зоны, самая большая зона зеленая, знаете, какая? Ворон-Фавраг. Вы знаете, где это? Где это? Это те самые сады у ДТЮ, которые так экозащитники Риана отстаивают, потому что действительно это самая большая зеленая зона на территории города. Следующий по своей площади – это князь Владимирское кладбище зеленый, не парки. Ну и третье, наверное, по площади – это центральный городской парк. Он один. Остальные парки, вот не приближая карту, я, если бы не знала географию города, наверное, практически бы я бы и не нашла, они достаточно маленькие. Конечно, хочется, чтобы легкие города были больше, зеленее, ярче, чтобы Владимирцам было удобно и комфортно там гулять в любое время года, в любое время суток. Ну и Светлана в своем материале с фотографиями, которые иллюстрируют Владимира Чучедеева, ярко рассказала, в какой вообще ситуации парки находятся. Мы взяли также комментарии о городской мэрии, как планируется развивать эти пространства, когда планируется их развивать – это тоже очень важно. Но ответы нам предоставили, наши читатели смогут узнать эти ответы, прочитав материал Светланы Лапцовой. Ну и следующий материал, традиционный, исторический материал о студентах, владимирских студентах в годы Великой Отечественной войны. Наш обозреватель, историк Александр Звездков пообщался с Екатериной Ивановной Кирьяновой, ветераном войны и труда, которая как раз во времена Великой Отечественной войны, с 1941 по 1945 была студенткой химико-технологического колледжа в городе Владимире. И в своих воспоминаниях Екатерина Ивановна делится, каким образом происходила учеба. В том числе там очень интересные материали, есть такие краеведческие аспекты, где рыли оборонительный ров. Вот в какой черте город, да? Сейчас на этом месте большая новостройка стоит, умышленно не буду назвать, где именно, чтобы заинтересовать читателей этим материалом. Ну и кроме того, она рассказывает, что кроме того, что студенты все учились, они еще огромное количество времени уделяли общественным работам. Начиная от того, что они рыли этот оборонительный ров, копали торф, девчонки молодые, мальчишки. Мальчишек у них было, оказывается, не так много. Ну и все вот эти интересные, на мой взгляд, очень трогательные вещи, описанные Александром в этом материале, я думаю, что нашим читателям тоже будет очень интересно. Призываем всех наших телезрителей присоединиться к Владимирским ведомствам и почитать самую интересную и эксклюзивную информацию. Это была Юлия Гущина, редактор газеты. До следующего вторника.